Ну вот это ехал на автостоп. Последующий герой нашего эфира проехал Европу на велосипеде. Волгоградец Михаил Соломонов. Супруга вернулся после велопробега по Старому Свету за 18 дней. Оба проехали почти 2500 километров в Петербурге. Путешественников встречал наш корреспондент Алексей Червяков, который узнал о дальнейших творческих планах. Старт в Петербурге. Дальше Финляндия, Швеция, Германия, Дания и Голландия. Именно такой путь прошла пара из Волгограда. Более двух недель, более 2000 километров прошли Юлия и Михаил. Сегодня мы их встречаем в аэропорту. Сейчас как раз-таки через 10 минут они приземлятся в Петербурге, в той точке, откуда и начали свой маршрут. Идемте встречать. В багаже два велосипеда. В ручной кладе пара маленьких рюкзачков. В них самое необходимое для 18 дней путешествия. Мыльные принадлежности, пара сменного белья, бутылка воды, немного еды. И самое главное, специальные велосипедные трусы, которые туристы ласково называют памперсами. Таких даже двое. Вот эти такие лайтовые, тоненькие, эти потолще. Ну просто комфортнее сидеть на себе. Длительные перемещения всегда отражаются на попе. И даже памперсы, когда долго едешь, уже не помогают. Он уже там так вдавливается, что... Особенно с рюкзаком. Поэтому как бы и постарались взять рюкзак как можно легче. Подготовка велосипеда, казалось бы, самое важное перед путешествием. Но нет. Михаил уже несколько лет ездит на дальнее расстояние и полностью уверен в своем белом коне. Достаточно смазать детали и закрепить понадежнее руль. В дальней поездке удобнее вот такой руль. Баран, либо как у Булхорн. Есть еще почти такой же руль, только вот здесь он пошел вниз изгиб, а у Булхорна он вперед изгиб, как у быка такие рога. Вот. Это тоже удобный руль. И в дальней поездке они комфортнее, потому что ты, когда перехватываешься в разные положения, берешь этот руль, как бы разгружаешь спину, и тебе легче. За всю эту дорогу только два прокола было. И то из-за того, что как бы часть моего маршрута была по гравийной дороге, я покрышку заднюю повредил. И камера прокалывалась только по этой причине. Поскольку дорога велотуристов проходила по местам с богатой инфраструктурой, по пути встречались и кафе, и супермаркеты, а ночевки проходили либо у друзей, либо в хостелах. Мы часто брали, например, орехи или какие-то энергетические батончики, которые хорошо подпитывают энергией и позволяют мало тратить времени на утоление голода. Неожиданным оказался запрет передвижения по шоссе и дорожным тоннелям. На велосипедах только по специальным дорожкам. Без нарушений, конечно, обойтись не удалось. Мы использовали Google Maps, но она у нас постоянно обманывала. Меня постоянно в леса, на какие-то сельские дороги, на гравийные дороги завозила. Я постоянно попадал в какие-то неприятности из-за этой карты. Выехали на шоссе, на автомобиль. Мы понимаем, что там и знак стоял, что на велосипеде нельзя. И понимаем, что туда нельзя ездить. Там даже автомобилисты сигнали, типа нельзя ехать. Но мы решили все-таки сфотографироваться и развернуться ехать. Пока мы фотографировались, приехал полицейский на машине, перекрыл въезд в этот тоннель. Там уже правка образовалась. Все маршруты в один отпуск не уместишь. Потому обратно пришлось добираться с самолетом. Планы на следующее путешествие уже построены. Это не только Европа. Ребята хотят проехать по России, Средней Азии и даже добраться до Латинской Америки. Ну а пока усталые, они делятся впечатлениями от поездки и продолжают путь домой в Волгоград. Запомнилось больше всего преодоление себя. Когда ты думаешь, нет, наверное, я не смогу, все, сил уже нет. Но в конце концов ты говоришь, нет, надо. Я вспоминала, когда мы смотрели Тур-де-Франс, как они там гоняют по горам. И думаю, ну если эти ребята могут, ну, наверное, я хотя бы эту соточку точно доеду. Алексей Черняев и Станислав Семин. Live 78. Восемь. 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 Восемь.